Я здесь родилась, в Бессарабке, да. И когда началась война с Приднестровьем, получается, оттекали от одной войны. Теперь сюда опять, в другой войне. Ужасно, ужасно. Там у меня осталась мамочка, муж, дом, работа любимая была. У меня здесь дочка, сын, и они очень скучают по папе. Вот так вот разъединились семьи. Ну вот я сейчас хотела опять оставить здесь детей, выехать к маме, хоть что-то помочь, не знаю, проведать. Мало ли что, вдруг увидимся. Ну что ли, все будет хорошо. Даже если Херсон захватили. А если Николай захватит, как я потом туда въеду, там одна осталась. Ну вы, наверное, видели, что там творится под консульством украинским. Там просто пикники на улице с детьми. С утра люди занимают очередь, потом теряются эти списки. Это нужно там находиться, жить в Кишиневе. Вот. И я не могу постоянно накатываться. И к тому же мы съездили, они сказали, что нет бланков. В посольстве нет бланков, белых паспортов. И вот я сейчас вот сижу, у меня уже сегодня лаваш болит. Что делать мне с девочкой, как мне сделать ей заграндокументы, чтобы было все в порядке. Слово «беженка» мне не нравится. Стыдно. И я сразу всем, в принципе, когда представляюсь, или вот ходила на работу, я всем говорю, что я отсюда. Потому что знаю, что к беженцам... Я слышала о том, что есть какой-то... Не все довольны. Не хотят принимать, потому что рассказывают много историй, что первые беженцы, которые здесь были, они вели себя некрасиво, некультурно по отношению к людям. Я вот даже хотела перевезти сюда дядю с тетей. Они пожилые. Говорят, подащи нам какую-то квартиру. Я не смогла. Я вот кого-нибудь спрашиваю, они говорят, не, 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 с Украины, не, не, не подходите. Вот вчера написала заявление в строительно-монтажный поезд. Конечно, работа тяжеловатая, потому что я проработала всю жизнь медсестрой 20 лет. И как бы теперь заняться штукатуркой и дорожной плиткой как-то, конечно. Ну, будем вникать, будем учиться. Здесь очень отзывчивые люди, очень хорошие условия. Мы всем обеспечим. Спасибо. Нас там даже в Николаеве не обеспечают. Сейчас нет возможности людям помогать, как здесь помогают. Спасибо.